Привет, обязатели интернета и мобильных сетей! Мы находимся в офисе Samsung, это Droider.ru и корейская компания Samsung сделала в очередной раз очень интересную вещь. Она скукожила свой флагман Galaxy S3 и получился Galaxy S3 Mini. Вот он у меня в руках, давайте посмотрим на него. Выглядит он почти так же, как и свой собрат. Galaxy S3 полноценный флагман. Вот так он выглядит. Он гораздо меньше, но дизайн, все черты дизайна сохранены. Такой же корпус в виде гальки, вот эти боковушки тоже такие же. Кнопочки расположены в тех же местах. Наушники, ну, немножечко по-другому расположены. Внизу разъемчик microUSB и микрофончик. И кнопочка, соответственно, посередине, по бокам, опять же, кнопочки назад и меню. Так, посмотрим, что у него есть интересного внутри. Во-первых, у него экран AMOLED 4 дюйма 800х480. Для такого размера, конечно, этого разрешения, возможно, и достаточно. Но, в принципе, уже маловато. Хотелось бы побольше. Хотя бы 960 было бы лучше. Внутри стоит двухъядерный процессор 1 ГГц STM. Производитель этого процессора то ли Sony Ericsson, то ли Ericsson. Ну, короче говоря, не производство Samsung. Здесь в этот раз процессор стоит. Но он тоже двухъядерный, достаточно мощный. Позже мы посмотрим, как он работает. Но, в принципе, меню листается нормально, без тормозов. Приложения тоже листаются, виджеты. Кроме того, это еще не финальная версия, поэтому, если даже лаги есть, возможно, их не будет уже в финальной прошивке. Стоит здесь Android 4.1. И это чувствуется. Тут есть все вот эти фишечки. Можно закрывать приложение Swipe, ну, как и в 4.0. И, конечно же, есть функция, точнее, не функция, а Google Now. Это наш замечательный помощник от Google, который подсказывает, где дом, сколько до него ехать. Вот мне ехать далеко и по пробкам, и целый час. Не очень хорошо. Вот погода в Москве. Можно что-нибудь его спросить? Какая погода в Москве? Вот. Он у нас подгружает виджет, должен подгрузить виджет, на котором будет отображаться погода. Ну, вы уже видели, что такое Google Now. Да, он подгружает не стандартный виджет, а просто из поиска. Потому что Google Now еще по-русски полноценно все-таки не работает. Что еще интересно есть внутри? Один гигабайт оперативной памяти. Один гигабайт оперативной памяти – это, можно сказать, уже знак флагмана. С одним гигабайтом устройство должно работать шустро, и это здорово. Кроме того, у него 8 гигабайт встроенной памяти, либо 16 будут разные модификации, и есть слот для microSD. И это тоже здорово. Так, ну что ж, еще про оболочку хотелось бы посмотреть. Тут есть несколько интересных фишек, которые в TouchWiz есть. Возможно, о некоторых из них вы уже знаете. Это, например, Smart Stay, когда мы смотрим на экран, он не выключается. Вот, если мы зайдем в дисплей, оно тут где-то включается. Вот интеллектуальное ожидание. Оно тут есть за счет передней камеры. Кстати говоря, о камерах. Задняя камера у нас 5 мегапикселей, передняя вроде как VGA для видеочата подойдет. Кроме этого, есть еще интересная штучка. Это в Android 4.1 появился режим блокировки. Это такой умный, умный автоответчик, точнее нет, умный блэклист, который принимает звонки от некоторых людей, которых вы внесли в список, или не принимает ни от кого, но высылает вам специальное оповещение, что вам кто-то звонил в какое-то неподходящее время. Можно задать, с какого и по какое время вас не стоит беспокоить. Вот. Что? Давайте перейдем к тесту производительности. Запустим нашу любимую игрушку Dead Trigger. Наши зомбаки, где-то они нас тут ждут. Мы их очень долго скачивали тут в офисе Samsung. Но вот, вот они. Запускаем, сейчас посмотрим, как они работают. Так. Секундочку. Так, 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 грузится. Ну, грузится не так быстро, конечно, как на Galaxy S3. Но вообще, в целом, хочется сказать то, что от Galaxy S3 тут осталось не так много. Название и дизайн корпуса. В остальном, конечно же, вся начинка другая, послабее. Но и цена будет ниже. В Европе цена будет около 400 евро. В России, как нам примерно сказали, до 20 тысяч рублей. Ну, скорее всего, меньше, конечно, 20 тысяч. Но пока, пока еще неизвестно. Он должен появиться в этом году в продаже. Ну, а цену мы узнаем уже из пресс-релиза очередного, который нам пришлют, я надеюсь, своевременно. Так. Ну, сейчас мы подождем еще немножко. Это у нас загружается уже сам уровень. Меню загрузилось. Ну, смотрится все неплохо. Экран яркий. Амолед все-таки. Так. Вот. Вот. Побежали. Ага. Тут еще обучалка идет. Ну, ничего. Я думаю, мы и так справимся. Эту игрушку уже знаем наизусть. Так. Вот. Мне кажется, не наизусть. Ну, в принципе, все работает достаточно шустро. Играть можно. Возможно, не так быстро, как на флагманах. Эффекты отключены. Кровь не летит в лицо. Но все равно, все равно, все так шустренько. Можно мочить зомбаков. Все как надо. Это был смартфон Galaxy S3 Mini. Обзор подготовили Борис Веденский и Валерий Истишев. Специально для сайта Droider.ru. Субтитры сделал DimaTorzok